Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурий. Иван, здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Время возможностей. Как Анапы намерены вернуть статус всероссийской детской здравницы? Бассейну «Виктория» быть. На спортивном объекте началась масштабная реконструкция, которая поможет ежегодно экономить более 1 миллиона рублей. Сносим самостроем. Сукой решили кардинально бороться с незаконными строениями на пляжах. В Краснодаре состоялась выставка-ярмарка сельского туризма «Агротур-2016». Участие в ней приняли 60 предприятий из 27 районов в Кубани. Для тех, кого уже не удивишь заморскими теплыми пляжами с пальмами и диковинными птицами, представили альтернативный, но тоже экзотический отдых в сельской местности. Агротуризм в России – направление относительно новое. В Краснодарском крае его стали воспринимать не просто как прихоть из баловных горожан. Сейчас это формирующаяся отрасль в громадной туристической сфере. Только в прошлом году сельский отдых выбрали полмиллиона человек. Что сейчас предлагает кубанский агротуризм. На выставке посмотрел губернатор. Можно, например, приехать в деревню и подать корову или самому сварить мыло. В чем принцип и разница агротуриста от просто туриста? То есть задача ваша, чтобы он не увидел, а потрогал, попробовал. Давайте, вот в чем разница. Потому что просто экскурсия – это видеть человек, это знакомиться с бытом, с творчеством, с производством. А агротурист, он хочет попробовать. Вот в чем разница? Они ходят на фаблантации, ходят, собирают. В чем задача агротуризма – не увидеть, а попробовать. С собственными руками попробовать. В регионе сейчас рассматривают варианты, с помощью которых можно реально поддержать сельский туризм. Например, подумать над созданием единого оператора, который бы разрабатывал пакетные предложения для отдыхающих. Главная задача – привлечь их на новое направление. Нужен специализированный оператор, который будет заниматься продвижением агротуризма в нашем крае. Вот здесь несколько путей решения. Или все, кто на этой площади, которые на ней не поместились, обвинятся в какую-то ассоциацию или некоммерческое партнерство. И у нас с помощью взносов будет отобран или создан оператор, который и будет только заниматься продвижением агротуризма. Или на самом деле мы привлечем с помощью административного ресурса того оператора, который будет нам помогать агротуриста привозить на нашу Кубань. Делегацию нашего города возглавляли заместитель главы Анапской администрации Александр Колесников и председатель совета Леонид Кочетов. На экспозиции были представлены казачья хата, тематический парк Добродея и винное подворье Старого Грека. Валерий Асланов стал обладателем диплома как лучший объект винного туризма, а лучшим тематическим объектом турпоказа стал также Анапский парк. Две награды выставки – отличный показатель того, что наш курорт на правильном пути. В Анапе активно развивается новое направление и есть уже первые результаты – заказы на групповые экскурсии на объекты агротуризма в наш город. И в продолжение темы. Полторы тысячи детских лагерей, здравницы, площадок будут работать летом в Краснодарском крае. Ожидается, что они примут 600 тысяч детей. Этому была посвящена основная часть вопросов в повестке совещания Совета безопасности, которую провел на прошлой неделе губернатор края Вениамин Кондратьев. Не только сохранить, но и развивать детский отдых – такую задачу поставил глава Кубани. Особое место здесь отводится Анапе. Насколько готова всесоюзная детская здравница к приему ребят? И какие новые перспективы открываются перед санаторно-курортным комплексом? В нашем материале. Время возможностей. Так аналитики оценивают сегодняшнюю ситуацию применительно для российского турбизнеса. Анапа в этом ряду, если не на первом месте, то уж точно в числе лидеров. Особенно, что касается детского отдыха. Так исторически сложилось. С начала 19 века приезжали сюда на лечение семьями. В советское время прочно закрепив за собой статус детского курорта. Не растеряла свой потенциал Анапа и сегодня. Из почти 200 объектов санаторно-курортного комплекса, порядка 40 – это действующие детские здравницы. За сезон в них могут поправить свое здоровье 22,5 тысячи детей. Кроме общей здоровительной, есть 6 программ «Любимый ребенок». То есть там дети с различной видой патологии по возрастам. Есть программа «Школьник», потому что начало обучения в школе предусматривает нарушение осанки, гастроэнтерологические проблемы и много других проблем. Обыкновенно на эти программы приезжают школьные каникулы, привозят своих деток. Есть программа «Гиперактивный ребенок», есть программа «Здоровые глаза». Ну и, конечно, наша программа, которая очень востребована, это программа «Чистое дыхание, здоровая кожа». Это аллергологические программы, включающие в себя большой комплекс еще дополнительных обследований, ну и естественные лечения. В лечении детей мы также используем все курортные факторы, которые есть. Это минеральная вода и грязи. Вот и в этом есть основные конкурентные преимущества Анапы. Чтобы получить статус курорта, достаточно соответствовать определенным нормам по климату. А если к нему добавить балио и грязи лечения, он выходит на мировой уровень. Таким набором природных факторов, как у Анапы, могут похвастаться единицы. Вот только знают об этом не все. Теперь появился шанс не только презентовать возможности на самом высоком уровне, но и получить определенные преференции от государства. В путешествии по железной дороге, допустим, или даже по авиатранспорту. Для того, чтобы 50% хотя бы государство субсидировало. И, конечно, идет вопрос о налоговых льготах для тех здравниц, которые имеют большие земли. Сейчас, тем более, если будут кадастры изменены в пользу государственной, действительно, а не те, которые делали до этого. Именно эти здравницы получат налоговые льготы, именно в части оплаты налоги за землю. Ну и, кроме того, при развитии лечебной базы, которая там будет развиваться, государство тоже будет оплачивать процентную ставку, если они будут там брать, допустим, в банках. Или и субсидировать эту ставку. Или же, допустим, объявлять каникулы налоговые. Если в течение, вот приобрел, допустим, здравница или лагерь какую-то аппаратуру, или развился, приобрел там, построил новый корпус, то тоже будут объявляться налоговые каникулы. Все эти предложения будут озвучены во время Госсовета при президенте России. Его проведение запланировано на ближайшее время. Вера Стефановна вошла в оргкомитет по подготовке базового документа, который будет представлен главе государства. Если поддержка российской туриндустрии будет закреплена законодательно, для Анапы наступит то самое время возможностей. И к другим темам. Замена коммуникации в бассейне Виктории позволит ежегодно экономить более 1 миллион рублей. На спортивном объекте началась масштабная реконструкция. Финансирование идет в рамках государственно-частного партнерства. Завершить работы планируется в конце октября. Работы идут полным ходом. За считанные дни из чаши бассейна практически полностью сняли старую плитку. Однако это скорее косметика. Около года назад один из застройщиков вырыл котлован в считанных метрах от фундамента. Летом прошлого года Анапский суд запретил строительство. Эксперты выявили нарушения в несущих конструкциях бассейна. Кроме того, увеличилась силовая нагрузка на коммуникации, которые не менялись до 1978 года. Их могло в любой момент прорвать. Депутат Госдумы Иван Емченко осмотрел фронт работ и принял решение выделить из частного фонда 10 миллионов рублей. Уже заключен трехсторонний договор между дарителями, детско-юношеской спортивной школой и подрядчиком. Городская администрация оплатила проект, а также выделит из бюджета еще порядка 4 миллионов рублей. Мы совместно с главой. Вопросы тут уже отработали Сергея Павловича. Более тысячи детей сегодня ходят в бассейн. Всю зиму пусть плавают. От моря не отвыкают. И купальники пусть далеко в ящички не складывают. После купального сезона. Работы ведутся достаточно оперативно. Ребята с утра уже на работе и раньше шестьяне отсюда не уходят. Окончательный срок по графику выполнения 1 ноября. Это взят максимальный срок выполнения работ. Подрядчики пообещали, что они будут стараться закончить работы, как обещал Иван Иванович, к октябрю месяцу, к первому октября. Но еще раз, мы перестраховываемся. И я понимаю, ребят, что берем еще месяц сроком. По словам Ольги Егоровой, современная система перелива позволит ежедневно экономить по 150 кубометров воды. В деньгах это порядка 5000 рублей в день или более 1 миллиона рублей за весь учебный год. Она отметила, что на общем фоне затраты на эти цели будут небольшими, а для бюджетного учреждения экономия в итоге окажется значительной. Однако ключевая задача – обеспечить безопасность детей. Поэтому в администрации спортшколы решение осушить бассейн считают единственно верным и просят горожан потерпеть до осени. В Анапе продолжается борьба с самостроями. 19 мая межведомственной комиссии было принято решение о сносе незаконно установленных некапитальных объектов, расположенных на пляже в поселке Суко. Собственник объектов был своевременно уведомлен, что в срок до 25 мая их необходимо демонтировать. Однако постановление владелец проигнорировал – объекты остались на прежнем месте. Силами сотрудников управления муниципального контроля было демонтировано более 100 квадратных метров деревянных конструкций, которые были перемещены на временное хранение на спецплощадку в селе Цибанабалка. Теперь вернуть стройматериалы собственник сможет лишь только, когда предоставит перечень документов, подтверждающих право собственности на изъятые материалы. Анапские правоохранители продолжают борьбу с контрафактными товарами. В адрес городского отдела МВД поступило заявление от правообладателя торгового знака «Луи Виттон». В одном из торговых центров курорта ведется реализация продукции с этим товарным знаком. При этом товар обладает явными признаками контрафактной продукции. Была проведена проверка, в ходе которой осуществлен выезд на указанный торговый объект. В ходе осмотра торгового объекта были обнаружены аксессуары для смартфонов, маркированные товарным знаком «Луи Виттон». Лицензионное соглашение с правообладателем товарного знака на объекте отсутствовало. Вся продукция, маркированная товарным знаком, была взята сотрудниками полиции. В настоящее время устанавливается стоимость причиненного ущерба и проводится административное расследование по данному факту. А теперь о празднике, который завтра будут отмечать юные анапчане. В честь Дня защиты детей, маленьких жителей и гостей курорт ожидает череда мероприятий. Воспитанники детских садов устроят галоконцерт «Музыкальная палитра» в 10 часов в городском театре. Также в 10 утра на театральной площади стартует праздничная театрализованная программа «Планета детства под созвездием добра». Ребята смогут поучаствовать в веселых конкурсах и выполнить интересные задания. А юные артисты анапских коллективов подарят всем собравшимся творческие номера вместе с героем мультфильмов Аркадием Паровозовым. Активисты ТОСов приглашают детвору на площадки по месту жительства, где тоже пройдут увлекательные праздники. Открытие летних подростково-молодежных дворовых площадок начнется в 17 часов развлекательной программы «Здравствуй, лето» в подростково-молодежных клубах. В сельских домах культуры детвору ожидают концерты, конкурсы и детскотеки. Подробный план мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей, вы можете найти на нашем сайте. Всероссийский детский центр «Смена» также приготовил сюрприз на 1 июня для своих друзей. Все приглашаются на праздничный фестиваль. В течение дня гости центра смогут посетить выступления артистов легендарного цирка Юрия Никулина, фестиваль красок, пенные шоу и карнавал. Кроме того, в программе выступления известных артистов, в том числе известный шоу «Голос» и розыгрыш путевки в крупнейший образовательный центр страны в «Смену». В ДТ «Смена» находится по адресу поселок Суко, улица Приморская, 7. Вход на праздник будет свободный в течение всего завтрашнего дня. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300.